Военный городок по проспекту Гагарина в Стрелецкой бухте передан городу без централизованной канализации и с неработоспособными сетями водоснабжения. Специалисты коммунального предприятия «Севгорводоканал» готовы продолжить работы на других домах военного городка после успешного завершения подвода воды в один из домов. Данный дом Гагарина 39 находился на балансе АМИС. Организация, которая бросила в свое время сети, в настоящее время они были бесходные. Проложены эти сети были с нарушением всех строительных норм. Мы стоим напротив дома, где видны результаты. Трубопровод проложен на глубине 30 сантиметров. В свое время перемерзал. Постоянно сбои были водоснабжения по данному жилому дому. В настоящее время работниками коммунального предприятия «Водоканал» выполнены работы по замене реконструкции аварийных участков трубопровода. Переключение выполнено. Опрессовка. В настоящее время водоснабжение в полном объеме. Местные жители с энтузиазмом восприняли подключение к централизованному водоснабжению. Мы просили хотя бы подключить, чтобы закрутились эти водомеры. А водомеры отломбировали? Нет, ждем сегодня. Сегодня последний, заключительный аккорд. Мы на 8 квартир сделали заявку. Часть была уже поверена, часть поверили. И на 21-е нам... Я хотела сегодня Валерию Гаричу или вам позвонить, если это случится, сказать, что все. Филинш. Депутаты районного и городского совета удовлетворены оперативной и слаженной работой «Севгорводоканала». Здесь еще предстоит провести массу работ. В большинстве случаев это вопросы, связанные с канализованием этого городка. Эти дома никогда не имели централизованного канализования и вошли в программу канализования на 2013 год. Мы сделаем максимум возможного, чтобы эти дома были канализованы раньше, хотя бы в 2012. Сейчас поднимается проектная документация, переделываются тех условия. И я буду надеяться, что за год-два мы сумеем подключить эти дома к канализации. 20 января к нам в общественную приемную пришла жительница, в данном случае дома номер 39 по проспекту Гагарина, с просьбой решить вопрос хотя бы централизованного водоснабжения. И уже, если не ошибаюсь, 11 февраля централизованная система водоснабжения была подключена. И сейчас люди спокойно пользуются водой. Хочется выразить благодарность работникам «Водоканала» и главному инженеру Перегуде Николаю Бориславовичу, и Лихману Давиду Борисовичу, и всем остальным за очень оперативную, профессиональную и четкую работу. Пути решения проблемы бесперебойного водоснабжения жильцов этих домов найдены. Дело за финансированием проекта. Вторая, куда более сложная задача – подключить военный городок к городским канализационным сетям и ликвидировать выгребные ямы в центре города, как источник санитарного неблагополучия. Депутаты надеются, в 2013 году работы будут завершены.